В общем-то, обычная Алктовская улица в районе Смиглова. Начинается она от проезда Серебрякова и практически упраздненной трассы Душиных Детков-106-C. И заканчивается она на метро Приблова, в лечении Польской и Снежной улицы. Обычная такая, обычная длинная улица, довольно небольшая. И, по-моему, она встроена в пяти этажах. Когда-то, в 1964 году, это была часть Детков-106-C. Здесь было село Ростокино, подмосковное, конечно, это было в Подмосковье до 360-го года. Обычные деревянные дома, как обычно, и сады, поля и так далее. Ну, как видите, как видите. И от этого Ростокино-106-C, это большое изменение в Детков-106-C в сторону села Медведков. То есть, вот эта трасса была, да, вот, примерно, как сейчас от проспекта Мира. Дальше там, славно, по улице Амонсона, потом по Кольской. И доходила, сейчас, как до полярной, да, до западли. Там, где, собственно, и находилась его на пяти. Ну, такая плотраса, конечно, она, когда была не экспортирована, поселочная дорога, что-то. Ну, вот, потом ее экспортировали. Ну, вот, долго-длинно, что он назывался Медведков-106-C. А потом, в 64-м году, это, можно сказать, Валя Амонсона, норвежского полярного исследователя, что-то может показаться странным. Как нас обычно называют, иностранных, какие-то дети, даже ученых. Это не принято. Это неправильно. Двоих хватает, так говорится. Но дело в том, что в начале 20-го века, то есть, была, просто, вот эти полярные следы, с людьми Арктик, Северного океана, это просто была главная фишка. Советская наука, и не только советской, мировой, где старались друг друга переплюнуть, там открыть какие-то новые земли, проливы, проплыть, используя современные средства, какие-то новые, там, где лежали, самолеты. То есть, кто кого крутит, кто кого быстрее. То есть, кто первый, там, стоянный мировой корзу с наблюдаем. И там, что-то такое, что такое, что-то добавли, что странно. Вот, это хорошо отвечалось в прессе. И поражило тогда уже, да. Какие об этом говорили. Полярные следы, это было, может быть, такой вот, едик. То время, это просто. Поэтому у нас будет лутик названного поляна в потелке Ларина, Шкалов, Амолоков, Дмитриев, Дмитриев. Много там видителей разных и последователей, которые уже участвовали в полях открытия. Но вот один из них, который был на верстке. Поэтому честь его названия. Собственно, что он стал моряком, капитаном. Прошел такой дискульт, такой морской. Потом он сам уже стал в разных единицах. Паракой кристаллировали из Канадской архитивар, от Лиландии в Аляску. Он собачку прячет в Российский полюс, а потом пролетел над Северным полюсом. Такой трансфорологический перелет прошел на Дальтофлане. И другие там экспедиции, которые участвовали. А потом трагический погиб. 55 лет в 1921 году. Во время спасения итальянской экспедиции, которая стала целендарить океан. А погиб был над Баренцевым морем на гидросамолете. Когда он не хотел спасать терпище детства итальянцев далеко. Ну и так решили назвать популярное в то время. И в Советском Северном 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 Севере. А вот, собственно, начальный отрезок, который идет сейчас даже, да, вот он сохранил. И дальше он тогда идет, как видите буквы ТГЭ, такой небольшой, вплоть до Проспекта Мира. Он как бы сохранился и, в принципе, часто его неофициально. Но, в общем-то, в официальном классификаторе московских улиц сегодня нет. Поэтому, по сути, детка тоже сейчас не пишет. Но начальный отрезок остался по Промзону. Вот. Что касается ТГЭ. Здесь есть, как бы, среди, ну, можно сказать, Промзона. Три таких, да, отметим. Промзона. Основная, как я бы сказал, жилая зона. И две зоны улицы. Ну, как бы, такие парковые прогулочки. Ну, парковые трубы, скорее всего, есть такие прогулки. Кто может? Большие зеленые улицы. Начинается, собственно, эта улица... На улице идет одностороннее движение автотранспорта. Как раз тоже вот Серегляково и метро Польского. Вот. Кстати, не далеко там там сзади проходит обхуд, который знает, что это отметили. Ну, сейчас там сейчас недалеко, ну, как раз метро Польской 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 Пчатке. Делали новую подорожную банку. Это тоже Польской 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 Птичает. Актобус один, правда, все должно спрятаться, по которому лось. Едет там довольно редко. Я уже там был, довольно часто. Может, один-два раз все увидел, поисочно резко он ездит. Но при желании можно дождаться, поехать. И проехать на нем всю улицу. Сначала до конца. Но он и дальше, когда уменьшает, ну, к этому и смерть будет. Так что при желании можно тоже доходить. Вот. Ну, мы пешком. Значит, не только первые 16 лет, это промзон. То есть, это асфальт-экономный завод. А здесь расстроительный завод, железнодонный конструктор. Который сейчас относится к примерному обществу, ДСК-1. Это единственное предприятие большого промзона и в реальном. Большая такая промзона, это вообще не здорово, поцепостные книги туда идут. Но единственное предприятие, которое уходит именно в улицу, он довольно большое, это вот этот комбинар-экономный завод. Вы знаете, как он работает? Ну, конечно, это как в советское время. Объем их видели. В советское время там присмены работали. Что-то тяжело, но зато давали квартиры от завод, домашнивали. Ну, естественно, делают лестничные пролеты, там, панели домов, там, да, ложи, там, где-нибудь, где ложи. И здесь, в таком комбинате жить, и классе, ну, конечно. Но не получали. Но надо было, кстати, конечно, погрузиться туда, а вот от Курзной железнодорожной дороги до ее реконструкции под МЦК шел Курзной железнодорожный пункт. Ну, сейчас, если все, не действует, там давно не работает, как только это, не такая, не было, и все. Ну, а сейчас вводят автотранспорт, детали, заготовки, машины, ударцы, перележали, перележали, полно машин дружно. Ну, и, слава богу, комбинат работает. А на суть, в этом комбинате находится первый зон отдыха, такой небольшой сельером, на руке зовут Лобовка, с парком, ну, с парком трудно назвать, ну, видите, какая хорошая земляная территория, там и рабочие отдыхают с такого завода, ну, и, конечно, этим приходят. И еще интересное то, кроме этого комбината, на против него тоже находится тоже четырестный квартал живых домов, трех-четверохэтажных, то есть, от 5-го года. Ну, собственно, интересно тем, что эти дома, они такие необычные, по виду, по форме, с пароконами, с такими арочными выемками для балконов, теркерами выемками, вот, и с карнизами. Дома очень красивые, причем они огорожены оградой, ну, как раньше, многие дома огорожали, в том же октялосток поле там, метро, да, ну, много там мест, парочка или там, где-то там, где-то, агрожены, которые несколько домов, ограждают, что красивые, агроженные агражи под полями там, или внутри там, такие сады, там, где-то, где-то, где-то несколько час, ну, все же, длинные, там, там, очень советую этот квартал, он туда идет до проезда нас, она там, нахуй к тому, вот, этого детям, да, Часть числится по-моему, часть по-настоящему. Вот они очень красивые. Вот это, в общем, такое своеобразие улицы заканчивается. Дальше там все одинаково, как везде почти. После пересечения Туржунской улицы. Тут 14-этажные дома. Дальше там идет 9-этажные, здесь 12-этажные дома. И дальше еще 12-этажные, и там дальше идет еще такой МОСТ-Отряд. Раньше там была компания МОСТ-ОПОЕСК. 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 Которые там, в общем, строят мосты. Остаревская отрядка. И много чего построил. И жилые дома строят. Такая компания по строительству разных мостов. МОСТ-ОПОЕСК. Вот. Потому что и все дома, которые... Да, вот еще что хочу сказать, что... Многие дома, они находятся в глубине кварталов. То есть не прямо выходят на улицу. То есть не только те, которые выходят на улицу. Но там в глубине тоже много домов, которые относятся к улицам. Потому что... Вот по Сибиряковской улице вообще домов. Ничего не здесь, сколько до одного. А по улице Ужумский, там раз в минуту начинается только по одной стороне. И первый дом, он идет на некотором отдалении. Там он сама. А не то только справа. А слева тоже все дома. И там все дома. По улице Ужумский. Вот. Дальше вот. По Сибиряковской. Идет речение Сибиряковской улицы. И там тоже все дома. Ну, там пятиэтажки, которые обладают. По столике. Вот. Дальше там Верхово детский сад. Причем и справа и слева. Вот. Вот. Как бы синхронно. Так, да. Еще там слева есть офис. Офисное здание. Это бывшая штабовая часть. Так. Вот. Потом идет перенесение с бывшей улицы Малыгина. Когда-то она называлась. Сейчас трасса сохранилась. Ну, что же безымянный проезд. Малыгин, она в 364 году была названием Сибиряковской. Но на другую улицу. В Москве. Она идет от Анатовского проезда. До. Регии Анатовского на Трехово-Востоке. А это как сейчас безымянный проезд. Но все дома в Анатолийском. Как раз в Альзаме. Но это тоже пятиэтажные. Пятиэтажные дома. Есть один восьмиэтажный дом. Вот. И дальше там уже конечный обрезок. И вот за вот этими пятиэтажками. Если вот за последнюю пятиэтажку. На эту улицу. То там есть двухэтажный дом. Наверное, как и последний сохранил. Что же в десятом году. Вот. И его тоже скорость несут. Как эти практически пятиэтажные поэты. Не их нет. Но почти. Вот. Вот. На что смотрите. Пятиэтажный дом. Жилой. Остался. А за ним. Находятся единственные. На этой улице. Современный дом. Семнадцатый этажный. Семнадцатый этажный. Пятиэтажный. Пятиэтажный дом. Семнадцатый этажный дом. Семнадцатый. 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 Яблоньевых ходов. Еще в пятом году. В пятом году они их разлили. Вот они здесь. Очень раз. Семнадцатый. 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 Это, конечно, самый главный квартал старый, 4-5 этажных дома в начале улицы. Интересный. Заводки смотрят, довольно приятные. Но если ты там не живешь, то это поедет. И вообще, как водится, где-то утопает зелень, много зелени. Дома интересные, 5-5 этаж. Так что, посмотри, есть что, погулять, ездим. Много хамеев, там и двора. Магазины есть. Ну, не так много людей. Так что, думаю, долго желание погулять, посмотрите. И это прогулки Андрея Федоровича. До новых встреч. Сдовольство с Москвой.